Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. А у нас в гостях директор муниципального учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112 городского округолюберца Московской области. В студии Виталий Васильевич Богданов, который был у нас в гостях в нашей программе. Говорили мы много, но тем не менее служба продолжает работу. Вот уже восьмой год, и поднакопилось много вопросов с нашей и с вашей, прежде всего, стороны. И есть, конечно же, ответы у службы. Ну, начнем прежде всего с неких итогов работы. Чем сейчас живет служба, и вы, как руководители, ваши люди, как вообще система работает? Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередной эфир, и я расскажу вам о том, как в настоящее время работает система 112, и что в Подмосковье делается для того, чтобы сервис службы был для вас более удобным, полезным и востребованным. Кратко напомню об основных итогах работы. Как уже сказал ведущий передачи, система 112 в Московской области работает уже восьмой год. Ярким доказательством того, что служба востребована, является то, что 90% вызовов всех экстренных оперативных служб на территории Московской области сегодня осуществляется по единому номеру 112. Если говорить об основных итогах непосредственно нашей Люберецкой ЭДД-112, то они следующие. В 2021 году принято и обработано более полумиллиона обращений жителей. За неполные 9 месяцев текущего года свыше 350 тысяч. За 7 лет работы ЭДД-112 городского округа трижды занимало в Московской области первое место, трижды второе, один раз третье. И кроме того, в 2019 году Люберецкая ЭДД-112 заняла первое место в Центральном федеральном округе. А вот сразу можно же вопрос по поводу... То есть, я так понимаю, это очень важные такие... Ну как, конкурс, не конкурс, когда... По каким показателям сравнивают? По работе операторов, по быстрому выполнению, по сигналам? За что первое место получают? Основными критериями оценки нашей работы являются следующие показатели. Это знание нормативно-правовых актов и руководящих документов, рекламентирующих нашу деятельность, практические навыки и умение правильно использовать технические возможности тех систем, которые находятся в нашем распоряжении. Безусловно, жесткое исполнение тех нормативов, норм и правил, которые нам установлены действующими документами. И таким образом, по результатам всех этих показателей, принимается решение о том, насколько успешно или неуспешно каждая из муниципальных служб решает свои задачи и выполняет те функции, которые на нее возложены. И вот эти сравнения, скажем так, происходят постоянно? Ежегодно проводится проверка. Вот мы сейчас как раз вступаем в очередной период, в течение которого будут проверены все муниципальные службы по всем тем показателям, которые я перечислил. Ну и теперь вот самое такое, огромное количество цифр, но сутки, да, это же самая такая рабочая единица, 24 часа. Сколько вызовов присутствует? Совершенно верно. Вот как раз сейчас я об этом и хотел сказать. Ежедневно, в соответствии с действующим нормативом, это один оператор на 50 тысяч населения, в составе дежурной смены работает 7 операторов, в сутки принимается до полутора тысяч вызовов, то есть на каждого специалиста приходится более 200 обращений жителей. 200 обращений. И сколько, я так понимаю, мы переходим тут как бы уже ко второй части нашего разговора. Сегодня, вот перед началом программы, мы решили не только о внешней, так сказать, стороне поговорить, но очень важно о внутренней, потому что, вот смотрите, если у нас что-то случается, мы дозваниваемся в службу или в систему, да, и в этот момент мы все-таки думаем прежде всего о себе, да, о каких-то тех проблемах, которые связаны с нами, или, может быть, не о себе, о соседях, если мы кому-то помогаем. Этот звонок принимает оператор, то есть конкретный человек. Вы говорите, что 200 звонков, это же каждому нужно уделить внимание, и, наверное, звонки бывают разные, кто-то быстро сообщил, там, у нас пожар, адрес такой-то, ну, как там положено, а кто-то, может быть, хочет поговорить, вот как это все, есть какая-то ведь норма, он же не может говорить с одним час, с другим три секунды. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я напомню, что традиционно более 50% вызовов вызовов приходится на долю скорой медицинской помощи, до 20% полиции и ГИБДД, вызовы пожарных и специалистов аварийной газовой службы, к счастью, не превышают одного процента, вот оставшая часть, примерно четверть, приходится на справочные, необоснованные, на необоснованные, есть такая категория, и хулиганские вызовы, которые, опять же, к нашему счастью, на сегодняшний день сведены к минимуму. Учитывая то, что более 50% это скорые, и до 20% это полиция и ГИБДД, можно сделать вывод, что эта категория звонков и вызовов, она прежде всего касается жизни и здоровья населения. Поэтому здесь крайне важно соблюдать тот действующий порядок и правила работы системы 112, который утвержден правительством Московской области для нас. Ну и, о чем я еще потом отдельно скажу, это, несомненно, надо принимать во внимание и попомнить об этике поведения, как оператора, так и заявителя в процессе общения. Вот в предыдущей передаче у нас с вами шла речь о работе ГИБДД 112 в условиях чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Зрители помнят. Сегодня же я предлагаю поговорить о той стороне работы службы, которая зачастую не видна и о которой мы порой не задумываемся. Но она важна, так как в ряде случаев именно наши неправильные, неграмотные действия при обращении на 112 создают проблемы в работе оператором и вызывают недовольство жителей. То есть это как бы вина, но не то, что вина, это если человек дозванивается и очень долго что-то начинает рассказывать, ему говорят, что все это нам понятно, ясно, да, или скажите суть, иногда до сути пока человек дойдет. Либо время ожидания, о чем я позже потом скажу, той же скорой помощи. Так, и как же тогда тут выходить нам из этой ситуации? Работа службы 112 строго регламентирована утвержденным правительством Московской области порядком работы системы 112. Соответственно, все участники информационного обмена обязаны строго соблюдать действующий порядок и правила, в том числе установленные временные нормативы. Это касается как операторов, так и заявителей. Но заявитель же не в курсе этих нормативов. Да, вот именно по этой причине я сегодня об этом хочу поговорить более подробно. Давайте, да. Потому что память имеет свойство стирать какую-то информацию, а она в данном случае крайне важна. Поэтому вот на этом моменте, на моменте важности соблюдения действующих норм и правил, я как раз остановлюсь сейчас подробнее. То есть, жители при обращении на номер 112 должны помнить, что операторы первые строго ограничены по времени опроса заявителей, по заполнению карточек происшествий, потому что весь информационный обмен у нас идет на основании электронных карточек происшествий. И передача их, соответственно, в экстренно-оперативные службы. Оператор не имеет права направить в экстренно-оперативную службу карточку с незаполненными полями, это ЧП. Соответственно, он обязан получить всю необходимую информацию, для того, чтобы те службы, которые обязаны отреагировать, своевременно это получили и угли к месту. Например, при пожаре время первичного опроса заявителя до момента передачи информации и соединения заявителя с диспетчером пожарной охраны сокращено до 30 секунд в соответствии с последними изменениями. По этой причине заявителю, в первую очередь, необходимо сочить оператору, что горит и где горит. То есть пожар, дом, квартира, машина, склад и место, адрес. В иных случаях время опроса заявителя не должно превышать 90 секунд, потому что, когда дело касается, это в целом всех касается ситуаций, связанных, например, с вызовами скорой помощи больному или с какими-то происшествиями, где необходимо реагирование органов правопорядка. Соответственно, по старой минуте, 90 секунд. Да, 90 секунд. Эти нормативы должны строго соблюдаться и не нарушаться. Работа операторов очень жестко хорнометрируется. Тайминг на контроле держит наш областной центр 112 ежемесячно. В рамках интегральной оценки мы подробно разбираем все 12 показателей работы операторов и, в первую очередь, временные показатели. Вот тут возникает один вопрос, простите. С вашей стороны все понятно. Вы действуете в тех определенных рамках, которые установлены. Но если это, например, немолодая женщина, немолодой мужчина, который вот вылетел у нее из головы, не знаю, название улицы, где пожар, а как он за 30 секунд успеет это сообщить? То есть это, наверное, оператор должен так задавать вопросы. Подвести, потому что бывают ситуации, когда человек в состоянии стресса, имея рядом больного человека, находящегося в тяжелом состоянии, он не может сразу вспомнить возраст. Он говорит год рождения. Оператор, естественно, быстро обязан сам посчитать. Либо в корректной форме, не вызывая отторжения, либо не затягивая ситуацию, задать наводящий вопрос, который поможет заявителю дать быстрый конкретный ответ. Тогда ваш оператор должен быть еще и психологом. Конечно. Я сейчас об этом тоже скажу. Давайте. Потому что то, что касается временных показателей, как я уже сказал, каждый оператор за это несет персональную ответственность. Второй момент, на котором я хочу остановиться, это именно этика отношений, корректное поведение и уважительное отношение друг к другу со стороны, в первую очередь, оператора, но и в такой же степени со стороны заявителя. Оператор 112 при общении с заявителем обязан быть, у нас это во всех руководящих документах прописано, и это в первую очередь рассматривается и оценивается при наборе сотрудников. Обязан быть спокойным, выдержанным, вежливым и внимательным. Поскольку ценой ошибки оператора, например, в адресе нахождения, пребывания больного или пострадавшего, может быть ценой человеческой жизни. Что недопустимо. У операторов есть три уголовных статьи, по которым они несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за нарушение действующего порядка работы системы 112 в Московской области. Поэтому жители должны знать и помнить, что в какой бы стрессовой ситуации и сложной жизненной ситуации они не оказались, при обращении по номеру 112 необходимо четко отвечать на поставленные вопросы, ясно формулировать свои мысли, быть предельно конкретным и не затягивать разговор, если в этом нет необходимости. Но кроме того, и в первую очередь не грубить, не оскорблять, и уж тем более не грозить операторам, что, к сожалению, порой имеет место быть. Таким образом, прием и обработка вызова – это обоюдная важная задача как для оператора, так и для заявителя. Задача жителя – предоставить нам нужную информацию. Наша задача – в кратчайшее время оказать помощь. Вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Главный вывод, который мы сейчас в первой части делаем, это то, что от наших совместных правильных действий и того, кто сообщает о ЧП, и того, кто эту информацию принимает, зависит очень многое. То есть здесь нельзя, тут надо делом сразу заниматься. Да, вот это важно понять. Тем более наш быстрый век, когда мы, в общем-то, можем при желании все решать довольно-таки быстро. Небольшая пауза и продолжим говорить о работе системы службы 112. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях директор муниципального учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, городского округолюберца Московской области Виталий Васильевич Богданов. Остановились мы на операторах. Идем дальше. Да, идем дальше. Отдельно хочу остановиться на работе скорой, потому что это вызывает больше всего вопросов на сегодняшний день. Тем более после еще пандемии она восстанавливается. Особенно актуальна в период повышения роста и роста заболеваемости. Работа по сокращению времени передачи информации в скорую помощь в области ведется постоянно и на всех уровнях. К сожалению, пока остаются сложности, и жителям порой приходится долго ожидать на линии соединения с диспетчером. Почему именно с диспетчером? Если вы позвонили на 112, и вас еще не соединили со скорой помощью, значит, это говорит о том, что все линии диспетчерской службы скорой заняты, и оператор находится в очереди на соединение с диспетчером. Поэтому вот здесь я обращаю жителей, особое внимание жителей на следующее. Будьте терпеливы и не отключайтесь, потому что как только вы это сделаете и снова позвоните на 112, вы снова оказываетесь в очереди. И тем самым вы затягиваете свое собственное время и время прибытия скорой помощи. Скорее всего, это связано с тем, что люди не в курсе, что они не прям в скорую помощь дозваниваются, а они, получается, к некоему посреднику сначала передозваниваются. Да, дело в том, что, казалось бы, служба 112 и оператор службы 112 являются посредником информационной цепочки, но при этом мы говорим о необходимости сокращения времени реагирования. Но участие оператора в этой работе позволяет сократить время реагирования главным образом за счет того, что заявитель избавлен от необходимости отдельно обзванивать несколько служб. Потому что бывают ситуации, там тоже ДТП, связанные там с возгоранием автомобиля, с разливом топлива, с необходимостью вызова спасателей. Многовекторное такое. Да, совершенно верно. Когда пострадавшие, когда необходимо... Кому-то скорую, кому-то пожарную. ...прибыть временно нескольким службам. И вот в этом-то как раз и заключается принцип работы одного окна, когда заявитель на 112 позвонил, а оператору все остальное уже сделал сам. Возвращаясь к скорой помощи. Дело в том, что с некоторых пор диспетчерская служба скорой помощи является областной структурой. И, соответственно, Министерство здравоохранения Московской области принимает меры для сокращения времени ожидания и повышения возможности своей диспетчерской службы по приему вызовов от жителей. Опять же, обращаю внимание, что жителям крайне важно помнить, что оператор не является врачом. Он обязан в обязательном порядке соединить заявителя с диспетчером скорой для полного опроса. Именно диспетчер скорой по симптомам болезни назначает к выезду нужную бригаду специалистов и устанавливает форму вызова. То есть, либо экстренную с доездом до 20 минут, это при внезапных острых заболеваниях, состояниях и обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Или неотложную с доездом до 2 часов. Это аналогичные ситуации, но без явных признаков угрозы жизни. Время доезда скорой по факту констатации смерти не регламентируется. Но, как правило, бригада скорой в данном случае пребывает в течение суток. Еще такой вопрос. Когда смерть наступает по той или иной причине, тоже люди, наверное, даже не все знают, куда ей звонить-то в таком случае. И надо ли звонить? Безусловно. Как быть? Безусловно, на 112. И здесь я тоже хочу обратить внимание жителей на один момент. Поэтому обращение по факту смерти близких и родных – это такой очень тонкий момент, где возникает ряд нюансов. Первое. На что прошу обратить внимание жителей. В случае атак на вас со стороны представителей частных коммерческих похоронных агентств, ссылающихся на то, что они со службы 112, атаковые случаи имеют место быть. Информируем. В структуре службы 112 в Московской области нет никаких похоронных подразделений. Все, кто представляется вам сотрудниками ритуальной службы системы 112 – это мошенники. Они лукавят и вводят вас в заблуждение. Вся информация о погибших и умерших в закрытом автоматизированном режиме в рамках системы 112 передается только в государственные бюджетные учреждения Московской области, Центр мемориальных услуг. И более никуда. Поэтому, резюмируя первую часть нашего разговора, следует помнить, первое, при вызове на 112 оператору при опросе заявителя строго ограничен во времени приема вызова и опроса заявителя действующим порядком работы системы 112. Второе, заявитель в строго определенном регламентном время обязан предоставить информацию оператору всю необходимую для организации реагирования. Ну и в завершение уже потихонечку мы движемся. Есть еще один такой глава в нашем разговоре, немаловажный. Это о том, что мы говорили, система работает уже 8 лет. И, естественно, вопрос, каковы дальнейшие планы в развитии, что нового. Там есть какая-то электронная составляющая, связанная с приложением и так далее. Вот еще там эроглонас. Немножко об этом расскажите. Если коротко рассказать о том, что сделано и делается для того, чтобы сервис системы 112 Московской области был более востребованным и удобным, а работа службы 112 более полезной и эффективной для жителей, напомню сначала о тех действующих опциях и сервисах, которые уже достаточно продолжительное время работают, но жители могут, может быть, по той или иной причине, они их либо забыли, либо не знают. Первое. Мобильное приложение системы 112. Содержит много полезных и нужных вещей. От возможности в режиме онлайн постоянно видеть и контролировать местонахождение своего ребенка до получения информации об изменении погоды, неблагоприятных метеоусловиях, проведении каких-либо ремонтно-восстановительных работ в системах водо- и теплоснабжения в их домах. То есть весьма полезное приложение. Да. Система геопозиционирования. Вот это определение местонахождения пострадавшего, пострадавшего либо заявителя позволяет с точностью до 50-100 метров определить местонахождение заявителя, потерявшегося в лесу. Именно благодаря этой системе на сегодняшний день сократилось количество пострадавших и числа заблудившихся. Система Эроглонас. При нажатии кнопки 112 с мобильного телефона позволяет с точностью до 10 метров определить местонахождение автотранспорта в случае ДТП или до 30 метров в аналогичной ситуации при нахождении на пересеченной местности или где-то в стороне от основных автомагистрателей. Крайне важная опция, так как заявитель порой крайне сложно может определиться, где он находится, особенно в ночное время. Что нового? Изменился порядок информационного обмена операторов 112 с диспетчерами пожарной охраны. С целью сокращения времени передачи вызова пожаре до 30 секунд сократилось время и норматив по передаче информации по диспетчеру пожарной охраны и соединение его с заявителем для уточнения деталей последующего вопроса. Что также требует от заявителей четкости и краткости. Быстрого реагирования со своей стороны. Далее, с 5 сентября введена переадресация вызовов экстренных оперативных служб на номер 112. То есть все вызовы пожарных, скорой медицинской помощи и аварийно-газовой службы, направленные на короткие номера 0103, 04, 101, 103, 104, поступают на номер 112. Но эти номера тоже работают? 0103, 04? Да, они работают, но осуществляется переадресация. Телефоны вызова полиции 0212 пока остаются в прямом доступе, но с МВД ведется работа по их присоединению. Для чего это сделано? Переадресация вызова введена с целью обеспечения единой точки приема вызовов, удобства работы заявителей, сокращение времени реагирования и повышение контроля за реагированием. Данный проект на территорию России введен на сегодняшний день только в Московской области. А, мы почти как пилотная. Да. Говоря о этике взаимоотношений и поведении при разговоре с оператором, в конце текущего года с целью пресечения грубости и бестактности со стороны операторов, что, к сожалению, имеет место быть, а также недопущение пресечения хамства, оскорблений и угроз, поступающих порой со стороны заявителей в адрес операторов, будет введена в действие система аналитики входящих звонков с распознаванием голоса. Поскольку грубость и хамство недопустимы со стороны в работе операторов, они жестко караются и пресекаются. По каждому случаю проводится служебная проверка и принимаются меры вплоть до увольнения. Вежливое, внимательное и уважительное отношение к жителям, к заявителям – это основные принципы нашей работы. Но это в полной мере относится и к заявителям. В каком бы состоянии человек ни пребывал, когда он звонит на номер 112, непозволительно грубить, унижать, оскорблять и уж тем более грозить оператору. То есть за это могут тоже наказать? Да, поэтому именно с этой целью вводится аналитика входящих звонков, и вся информация по фактам грубости, оскорблений и угроз поступающих в адрес операторов системы 112 будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер хулиганам и нарушителям. Ну, прежде чем мы уже будем завершать, делать выводы такие, еще такой вопрос. Вот сразу он возникает по ходу программы. Этот человек, который должен работать оператором, он должен быть каким-то святым. Где вы берете таких людей? И как можно стать оператором? Что для этого нужно? Наши кадры – это наше достояние. Все, это наше все, да. Еще Владимир Лениневич сказал, Владимир Ильич Ленин говорил, что кадры решают все. Поэтому отбор проводится очень серьезно, очень жестко, оценивая все абсолютно качества, человеческие черты характера, грамотность речи, способность не только слушать, но и слышать прежде всего, включая компьютерную грамотность, скорость печати и так далее и тому подобное. Вот последний пример. Вчера пришла девочка-выпускница колледжа МЧС, которая в рамках преддипломной практики стажировалась и прошла обучение на базе службы спасения 112 города Москвы. Поскольку она люберчанка, она пришла к нам и говорит, я хочу у вас работать. Возьмете? Обязательно возьмем. Хорошо. Ну и давайте завершать, уже программа заканчивается. В итоге какой делаем вывод сегодня? Уважаемые жители, призываю к одному. Давайте относиться друг к другу бережно, с уважением и пониманием. Давайте беречь свое время и время специалистов системы 112, потому что оно дорого. Ценой необоснованной потерянной минуты, как я уже сказал, может быть человеческая жизнь чья-то. Помните, ваша помощь находится на расстоянии звонка. От того, насколько конструктивным и правильным будет ваш диалог с оператором 112, зависит и время реагирования экстренных оперативных служб, и ваше благополучие, спокойствие и настроение. До свидания и до новых встреч. Спасибо большое. Директор муниципального учреждения ЕДДС 112 городского округа Люберцы Московской области Виталий Васильевич Богданов все четко расставил в нашей сегодняшней программе. В лице вашим всем желаем вашим коллегам в этой сложной работе успехов, чтобы мы тоже себя вели хорошо. Вот, я имею в виду, как заявители. Ну и всем желаю, чтобы не было у вас необходимости дозваниваться по телефону 112. Но если такое вдруг произойдет, помните о том, что вам сегодня сказал наш гость. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»